Завершился второй тур Международной Олимпиады IOI. Процедура проведения второго тура Олимпиады ничем не отличалась от первой. Участникам также было предложено три блока заданий, состоящие из отдельных задач. Стоит отметить, что олимпиадные задания пишут бывшие участники Олимпиад, члены Национального научного комитета IOI каждого года проведения и, конечно, члены научного международного комитета IOI. Мне показалось, что в прошлом процессе задачи были посложнее, хотя может это просто от меня зависит, но в целом сами задачи мне нравятся больше этого года. Интересен и тот факт, что у многих участников Олимпиады есть свои талисманы. У кого-то личный, а кто-то привез общий командный символ. Например, участник из США на протяжении всех соревнований не расставался с талисманом коровой. По его словам, она уже долгое время служит символом их команды. «Корова – это символ нашей команды. Эта традиция сформировалась очень давно, и я верю, что она приносит удачу. А вообще, участие в Олимпиаде послужило для меня отличным опытом. Я не ожидал, что выиграю золотую медаль». Как известно, основная цель IOI – это выявить лучших программистов среди школьников со всего мира. По предварительным данным, абсолютным чемпионом IOI 2016 стал участник из Китая Цэджин. Следом идут Олимпиадник из Китая и России. «Да, я победил, и я очень счастлив. Я много трудился. Обычно я делаю по 2-3 задания в день. И решение задач проходит очень быстро. У меня уходит примерно 3,5 часа на задачу. Говоря о заданиях IOI 2016, то больше всего мне понравилась вторая задача первого тура. Но в целом задания были интересными и довольно сложными». «На этих соревнованиях я завоевал золотую медаль. Очень рад этому, ведь это моё первое участие в IOI. Медаль – это показатель моих стараний». Соревнования завершились, но официальное закрытие будет только 18 августа. А пока участники продолжают знакомиться с городом Казань и его историей. Аделия Валеева, Диана Авакян, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Универньюз.